всем привет добро пожаловать в новый влог сегодня у меня для вас итальянские приключения 2023 ставьте лайк и приятного просмотра я не знаю как он это делает мы уже на месте на месте еще 800 метров если не километр до нашего апартамента и мы в италии нашли бесплатную парковку тома к ее обнаружил мы подождали когда выехал итальянец и смотрите как близко возможно это не передается через камеру но реально это очень близко и тесно я бы так не смогла вот где-то там наши апартаменты я понятия не имею как мы донесем туда все вещи мы уже нашли наши апартаменты все нормально заселились все классно в каждой комнате кондиционер поэтому прохладно потому что на улице мы слегка подзапарились мы находимся в лигурии и это тот регион италии в котором я никогда не была томок был но конкретно в этом городе который я конечно же вам покажу он был проездом слушайте мы поселились на шестом этаже но рядом с морем и интересно что в этом городке такие высотки ну как высотки пять шесть этажей приблизительно так может быть больше но прям высокие дома они находятся на побережье вот и мы хотели как можно ближе к пляжу чтобы вышел и сразу пошел и и затупиться нигде не будет откладываться и паста можно есть во всем нужно видеть позитив дорога заняла у нас семь часов ну там без малого из северной хорватии время быстро пролетело утром в апатии нас разбудила гроза так что мы пораньше проснулись спокойно собрали вещи и знаете что мы припарковались далековато и лифта нет здесь очень редко бывают лифты так как старые постройки на лифт рассчитывать не стоит в этом случае и у меня вопрос как мы занесем эти вещи наверх при том что мне нельзя поднимать тяжелое бедный томат мне его нереально жалко но это была его идея тоже искали жильем и арендовали через букинг давайте сделаю вам небольшой рум-тур мы сейчас на кухне по-быстрому в пекарне рядом купила детям пиццу потому что они все не голодная не голодная потом мама мы хотим есть а нам надо эти торбы носить так знаете интересно сделана кухня она хоть и небольшая но здесь есть все дорастиральная машинка и по сравнению с той виллой в которой мы сначала поселились в италии в хорватии это конечно небо и земля и вот это меня удивило раковина каменная и дальше типа стол который кстати очень даже удобно так вот просто одним махом смыть да я бы наверно дома так не делала но почему бы и нет прихватки ой бумажное полотенце это конечно очень удобно столик если больше людей то вот здесь кресло большой холодильник все дела даже на кухне есть кондиционер что здорово 3 отдельных санузла я не знаю зачем нам столько но они есть не будет теперь никто страдать из-за того что я торчу в ванной комнате дольше всех потому что пока по моему длинные волосы туда-сюда и везде кстати душевые кабины очень аккуратно и чисто всем по моим ощущениям ремонт свежий немножко знаете все закрыто чтобы не нагревался апартамент здесь зал вот такой общий здесь еще одна спальня получается что одна лишняя я даже не знала что и здесь три ну ладно двуспальная кровать вид без вида ну вот мы живем кстати недалеко где-то от главной достопримечательности и моря вот здесь будет хорошо видно сколько мы высоко да мне аж страшно смотреть если честно можно соседям передавать привет или что-то перебрасывать это у нас еще одна спальня я думаю что здесь будем спать мы достаточно шкафчиков но мы сюда на неделю получается еще один санузел такой небольшой но аккуратно это я здесь тоже ванная комната и мальчики определились что будут спать здесь потому что здесь две отдельные кровати и бабочки их не смущают какие-то тут картины всякие разные висят кстати прикольная люстра мне такое нравится и еще один санузел который сейчас занят и мы не будем оттуда выгонять игната если говорить о ценах и получается что мы даже будем не неделю мы приехали в воскресенье и в субботу мы уезжаем потому что у нас еще кое-какие планы и вот за шесть дней не за семьи а за шесть дней у нас вышло около двух тысяч евро но теперь по плану дождаться своих вещей дайте купальник но и теперь по плану наверное принять душ потом дождаться своих вещей и переодеться в купальник пойти на море мы с вами находимся в лигурии в легендарном морском городке под названием камоль и и мне кажется что лигурия если вы со мной не согласны можете написать свое мнение но мне кажется что лигурия не является основным туристическим направлением когда кто-то собирается в италию мы пока что не проехали всю страну вдоль и поперек это одно из моих таких желаний и планов на будущее но мы были во многих регионах и как-то в лигурию меня особо не тянуло но только по той причине что они недостаточно много говорят я снимала эти кадры в первый вечер нашего приезда и мне даже ничего не хотелось говорить потому что с каждой минутой проведенной там я влюблялась все больше и я хочу вам сказать что я однозначно туда вернусь побывав в италии и особенно если тебе удается прочувствовать атмосферу нет вот этих толп туристов ты можешь насладиться вообще каждой знаете деталью место в котором ты пребываешь ты влюбляешься и хочешь возвращаться вновь и вновь здесь очень уютно здесь тихо спокойно и что самое интересное я многое снимала вообще даже в час пик и на пляже тоже и в каких-то знаете местах есть достопримечательности местные в популярных ресторанах немного людей то есть ты можешь действительно отдохнуть погода здесь очень приятная мы проезжали милан в этот же день там было 36 градусов в тени и на минуточку там нет моря если нет какого-то водоема я не знаю как переносить такую температуру но вот здесь было 25 26 максимум 28 29 градусов днем солнечные дни в августе а вечером свежо и даже тогда когда было пасмурно или шел дождь в один день вечером не хотелось набросить курточку в отличие от хорватии море здесь классное супер приятное более теплое чем в хорватии может не такое чистое но не особо это как-то мешало и также так классно и атмосферно здесь вечером теперь лигурия это тоже моя любовь вот эти красочные домики и вечером такое было только выходной день немножко с нервами но мы выгреблись почти на пляж остановились купить кое-что в пекарне это такое пирожное с кремом внутри и он на основе рома сейчас попробуем купила одну штучку чтобы не объедаться если вдруг очень вкусно по консистенции это похоже на марципан хотя здесь тесто и это апельсиновая кожура достаточно сладко для меня слишком сладко возможно с черным кофе окей но пожалуй я съем только чуть-чуть оставлю то могу попробовать этот регион славится фокаччи и мы конечно же отведали несколько вот захар в восторге от такой сосисками а у меня с луком и картошкой все в основном как-то очень многие берут ее просто без ничего с оливковым маслом орегано а это чем-то напоминает господи какой-то дерун то есть картошки вкусненько я вижу что на пляже все потихоньку вот так знаете подъедают фокаччи о такое мне прям подходит без теста здесь картошка с яйцами и с луком но похоже на драник на дерун ну и как все хорошо проснулись уже сегодня немножко пасмурно поэтому мы так на расслабоне завтракаем гуляем здесь и потому позже пойдем на пляж думаю пока нет солнца и тишина я включу камеру и что-то скажу вам пока еще не вся из соли вышло солнышко значит сейчас пойдем к морю будем купаться знаете что мне здесь очень нравится я прям не ожидала как-то томок так поехали в лигурию поехали мы были в чинкватер и меня ну знаете не то чтобы не впечатлило просто когда очень много туристов то сложно насладиться атмосферой ты больше следишь за детьми за вещами куда-то торопишься толпишься а здесь вот мало туристов правда и здесь так спокойно так уютно и настолько красиво похоже чем-то на чинкватера в том плане что тоже такие цветные домы тоже горы тоже море красивого цвета море теплее чем хорватии например цены даже ниже и нет вот такого огромного наплыва людей несмотря на то что сейчас начало августа красота еда вкусная как наверное во всей италии здорово чтобы сюда приехали томок здесь был но без меня чуть раньше но он как-то так по верхам пробежался чтобы погулять узнаете по заглядывать каждый уголок мы решили приехать сюда но уже все вместе полным составом смотрите фан факт это то что я видела не только кому ли и но и вот в роскошной санта-маргарите это все на домах не лепнина это рисунки то есть это просто нарисовано на каждом доме и в частности на том в котором мы живем хоть это и исторически важное здание ситуация следующая о как приятно подул ветерок сегодня жарко я тут прохлаждаюсь булочка в тени в городе который находится рядом с кому ли это там где мы арендовали апартаменты а вчера мы приезжали сюда вот просто вечером погулять и нам настолько понравилось что мы даже подумываем возможно когда-то снять здесь квартиру там на недельку на 2 и отдыхать здесь это такой более люксовый курорт и наверное цены здесь ого-го мы не проверяли но по стандарту мне кажется что так оно и есть я здесь такие рестораны роскошные и томок сегодня плывет на кайке с детьми сюда а я приехала на поезде очень удобно купить билет там за 3 евро и через пару минут вы уже находитесь в этой местности санта-маргарита такая и уютно и с каким-то знаете люксовым шлейфом немного хотя здесь нет магазинов типа dior там и так далее но как-то мне кажется что реально это немножко кое место знаете лупарная и томок не может купаться несколько дней у него не заживала рана которую он получил в польше он грохнулся с этого с велосипеда и в общем ситуация была такой что ему нужно было отправиться на скорую еще в хорватии счастье не было очереди ему там наложили один шов и сразу все начало затягивать страну прочистили и слава богу ну сказали купаться нельзя сколько там две недели наверное он блин он бедно не может нормально не поплавать не помыться в чем что-то выдумывает и поэтому они больше плавают на этом кайке нет такие путешествия на 6 часов в открытом море это не для меня ну когда есть возможность посетить что-то знаете полежать на пляже это то зачем мы сюда приехали покупаться море то почему бы и нет и я конечно же тоже отдыхаю я сейчас немножко прячусь от солнца меня вчера слегка припекло но поэтому дождусь когда станет не так жарко и потом уже пойду на пляж пока что хочется пообедать к сожалению одна но я люблю проводить время 1 частности я совершенно не скучаю я могу отдохнуть отвлечься знаете никто не кричит мама или пойдем или ночью это такая хорошая практика а знаете прикол вчера мы приехали сюда на очень комфортабельным таком чистом поезде который там проезжал и тинкотер и очень много туристов и комфорт не так важен собственно говоря ну просто сама атмосфера мне немного нашугала потому что ты покупаешь билеты ты ну как турист который здесь впервые не особо ориентируешься что это за поезд я прихожу с ним что он отправлялся из другого перона я думала что я опоздала но опоздал поезды я успела короче сажусь девочки он весь был в спрею он настолько пошарпаны и внутри был бомж женщина которая ну выглядела так немножко подозрительно и 4 пьяных туриста из англии которые даже не могли ответить куда они едут и я а там двери даже не открываются автоматически там нужно так сильно как бы поднять такие специальные штуки в общем открыть самому дверь вот к чему я и это были стрёмные пять минут путешествие сюда знаете если сама у меня всегда что-то такое приключится ночью я доехала все окей но приятного было честно говоря мало а назад мы уже поедем вместе так что все будет хорошо а я иду пообедать наверное и потом на пляж вечером встретимся и томок будет на плечах в рюкзаке тянуть свою лодку при том что я совершенно не голодна смотришь на это все у тебя просыпается аппетит поснимаю но откажусь смотрите какой огромный тарт с грушей а вот еще с кедровыми орешками они здесь растут и именно песта здесь славится своим насыщенным вкусом и лучше его покупать свежим это не то же самое что из баночки игнат у нас подсел на пасту просто с песта вот это к сожалению не помню как называется но это тоже традиционная сладостью здесь вот именно локальная но как-то она слишком большая поэтому не решаемся попробовать видно что это ручная работа вроде так небрежно черт побери как это красиво и сейчас брожу по улицам до которых мы вчера даже не дошли мы как-то поздно вчера приехали и пошли главным достопримечательностям и и потом домой еще на ужин и на коктейль а здесь очень даже симпатично так атмосферно не все как видите на пляже я снимала не в каждом городке в котором мы побывали вот санта маргарита мне понравилось больше всего меня даже как-то не особо тянуло порта финна и именно санта маргарита больше всего осталось памяти на наравне с городком камоль и там где мы снимали апартаменты она чуть более роскошная здесь тоже немного туристов и здесь классно и утром и днем и вечером когда угодно будете в этом регионе обязательно загляните и санта маргариту они только распиаренная порта финна прямо из лодки разгружают пультовые здесь красные креветки обычные кальмары и рыбка только-только поймали или чуть раньше потому что они специально загружают лед и потом с этим льдом отправляются на ловлю рыб ресторан специально для меня чтобы сильно не обидаться плавающие террасы у меня укачает еще до того как я закончу свой ужин это я шучу гуляем по городу уже не жарко погода очень приятно как им это удается куда не глянь везде красивая ну что ж такое я думала мы будем смотреть город но мы смотрим и яхты ну мальчиков тоже свои интересы это нужно принять нет ну тут есть прям серьезные такие машины постоянно драют обслуживание такой игрушки такого удовольствия стоит о-го-го пройдем до конца и вернемся обратно вот 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 Пляжи здесь галечные, ни мне, ни детям это не мешает, а мой Томак вообще не очень любит песок, иногда море штормило в какие-то пасмурные дни или более ветреные, иногда после обеда, но это вот не такие волны, которые сбивают тебя с ног. А если в этот день, по прогнозу, была буря, то как бы я боялась заходить в море, потому что волны были нешуточные, но такое было всего один раз за неделю нашего пребывания. Вот именно такую пасту я и хотела. Это перед нами нюки, равиоли, там еще отдельно просто макароны, ансотти. Это, я так понимаю, тоже что-то именно региональное, но здесь стенка встречается в меню. Вот такие макароны, нигде больше нет такого количества макарон, как в Италии. Я думаю, что вы и так в курсе, и самое классное в том, что, смотрите, прямо здесь тоже и делают. Вот это называется аутентичность. Никто не говорит на английском, но мы так на пальцах. Мы в общем купили макароны, нюки и равиоли в том, как оказалось, в культовом месте, и также соусы. Песто. Ой, оно здесь такое вкусное, вот свежайшее. Томатный соус, и это соус из орехов. Я была права. И смотрите, какая система. До двух часов ты можешь купить все или сырым, или же они на месте приготовят. И они тоже сзади как бы все это делают, то есть свежайшее. Или же после четырех, когда пришли мы, все было сырым, но мальчики были настроены на то, чтобы съесть именно эту пасту, именно эти равиоли и нюки. Так что я сейчас буду варить все дома. Ты доволен, Игнат? Он так хотел именно такую пасту просто с песта, зеленющую. Да? Отлично. Захарка, а тебе как? Вкусно? Да, вкусно. Хорошо. Мы сейчас еще и нюки сварим. Мама себе налила холодного винишка. И равиоли тоже на подходе. Но они будут с ореховым соусом. Кстати, наверное, они с базиликом, что ли? И я не знаю, я забыла спросить и проверить в переводчике, почему они такие зеленые. Но было написано. Там, Захар, там. Ореховый соус – это нечто. Он гениален. Надо почитать, как они вообще его делают. Может, это выглядит не так красиво, как и в ресторане. Особенно это. Но это очень вкусно. Особенно мне нравятся нюки с этим соусом. И мы определили, что же в равиоле. Шпинат. Мы сейчас спешим. Нужно успеть поесть, помыться. И мы едем гулять. Открывать для себя новый город. И мы еще оставим немножко томок, потому что он там релаксирует сам на пляже. И я уверена, что он будет в восторге. Завтра съедим до двух часов, чтобы они приготовили. Но я ничего не разварила. Это успех. Захар съел агроменную порцию. И Игнат практически тоже справился. Я вот так себе думаю, да? Италия настолько разнообразная. Здесь есть абсолютно все. Вот вообще все. И плюс у них еще и красиво, и вкусно. Мне теперь так жарко. Я съела теплый. Обеда-ужин. У нас в 5 часов дня мы позавтракали. И как-то так арбуз перекусили. Ничего особенного. И уже потом на ночь есть не буду. Но вот что не купишь. Самую простую пасту. Без ничего. И прям, знаете, дико невкусно не бывает. Они, наверное, это как-то впитывалось с молоком матери. Я не знаю, столько лет. Создавать столько всего красивого. Посмотрите, сколько брендов родом из Италии. Какой у них вкус. Как одеваются люди. Да, наверное, это как бы мое идеальное место для отдыха. И, наверное, жизнь здесь не такая красочная. И, конечно же, не все богаты. Здесь огромные налоги. И такую жару сложно переносить пожилым людям. И, возможно, здравоохранение тоже еще похлеще, чем в Польше. Тоже помереть не дадут. Но, как бы, есть свои нюансы. Я, конечно же, здесь никогда не жила. Я не думаю, что я смогла бы, знаете, полностью адаптироваться. Но жила моя подруга. Она жила здесь полгода. Она поехала сюда по обмену студентов. И плюс она жила в Риме. Это вообще как бы юг страны. И когда у нее был девичник, мы ездили в большую компанию. Это было много лет тому назад. Мы еще с Томиком не были расписаны. Но, конечно, мы жили вместе. И у нас не было детей. Это моя подружка Ася. И мы ездили к ней на девичник. Так вот, она рассказывала, что у них совершенно как бы другой и образ жизни. И им какие-то жизненные цели. Она там знакомилась с разными студентами. Дала под 30 лет. И они все как бы не стремятся побыстрее съезжать от родителей. У них нет каких-то амбиций в плане карьеры. Конечно, это не все. Это не единицы. Я не говорю, что это истина. Но она пожила здесь полгода. Ей очень нравилось. И она пребывала именно среди местных. Но она сказала, что она слишком расслабилась за эти полгода. В Польше очень многие как будто спешат жить. Как будто, знаете, здесь и сейчас. Потому что завтра ты можешь не успеть. И вот этот напряг, конечно, в Польше он тоже потом перерастает в большой стресс. В большую какую-то гонку. Если в Кракове это еще не так сильно ощущается, то в Варшаве это вообще как, знаете, настоящая гонка. По-другому не назовешь. Кто живет в Италии, поделитесь, как вам. Я уверена, что все не так просто. Я уверена, что все не так красочно. И для туристов это, безусловно, идеальное место. Здесь и море, и есть что посмотреть. Какие-то исторические места, да, важные. Архитектурные памятники. Также горнолыжные курорты. И куча всего того, что мы еще не видели. Хотя мы объехали практически, ну не практически, но большую часть. Я не грязная хоть. Большую часть популярных регионов, наверное. Потому что и в баре мы тоже были. И снимала влог. Но как-то, не знаю, такая поездка сложная была. Возможно, как-то с вами поделюсь. Сложно и физически, и психологически. Потому что мы прилетели поздно вечером. И ночью Игнат заболел. У него была ангина. Это были времена коронавируса еще. И был, скажем так, разгар, начало полномасштабной войны. Это был апрель, наверное, или май. Но, знаете, смотрю в книгу и вижу в Вигу вот такое состояние. То есть было очень красиво. И мы посетили очень много интересных мест. И несмотря на то, что я постоянно настаивала на том, что надо остаться дома. Что ребенок там болеет. Слава Богу, что я сразу сообразила посмотреть в горло. Мы определили, что это ангина. Но как-то Томак настаивала, что мы все равно куда-то перлись. Это было одним словом напряжно. Ну, то есть я переживала за ребенка. И вроде как хотелось что-то посмотреть. Но, в общем, я считаю, что нам не стоило тогда ехать. Но, тем не менее, в баре и в окрестностях мы тоже были. Вот. Такие делы, девочки. Теперь лечь бы поспать. Но мы снова едем что-то посещать. Потому что у нас предпоследний день. Завтра у нас еще Генуи. И мне, наконец-то, удалось купить билеты в аквариум. Там один из самых больших аквариумов в Европе. Ну, во всяком случае, так говорят. Акулы, дельфины, все вот эти вот морские разные жители. Мы едем. Не только морские, и океанские тоже. И мы едем посмотреть. И что-то как-то на официальной странице вообще не проходила оплата. Как бы не нажималась даже кнопка оплатить. Пробовала я несколько дней. Пробовала Томик из компьютера, из телефонов. Не удавалось. Но сегодня я нашла другую страничку, где можно приобрести. И завтра мы едем погулять в Генуи. Завтра обещают дождь. И мы погуляем. Посмотрим город. Как раз, знаете, будет не жарко. Не жарко 25 градусов. И потом мы поедем еще в этот аквариум. Наверняка он называется не аквариум, но типа как водный мир, знаете. Вылетают слова вообще из памяти. И потом я могу выдавать такие первые, что сама, когда монтирую. Ну, господи. Ну, бывает, когда очень долго живешь в другой стране, то забываешь вообще. Не пользуешься языком так часто, то все на свете забываешь. Между прочим, английский я учила большую часть своей жизни. Но если не пользуешься именно разговорным, да, то потом, ну, нужно там буквально два дня, наверное, чтобы хорошо вообще говорить полноценно. На разные темы, ну, о политике, наверное, нет, но вообще, если там что-то такое, знаете, серьезное обсуждают, да, то нужно два дня, чтобы перестроиться. Но так, конечно же, я владею языком настолько, чтобы решить любой вопрос. А еще, знаете, что я хочу вам сказать? Сейчас очень много молодежи в городе, и у нас вчера закатился мяч, и я хотела попросить у них палку. Была с собой такая палка длинная, они во что-то там играли. Вот, и никто, а их там очень много, правда, большая часть пляжа – это именно подростки. И никто из них не говорил на английском. Ну, там одна девушка, то так чуть-чуть. И в основном, вот, в сфере обслуживания, тоже это скорее редкость, нежели правила. Так что, это то, что мы замечаем всегда, и мне вот интересно, неужели они в школе, там, в университетах, или даже для себя они учат английский. Это, конечно, странно. Мои нёки уже совсем остыли, девочки, но мне так жарко, что я, по-моему, уже все. Много исторических фактов, и смотрите, как осушают море для того, чтобы строить здесь что-то. Но это какие-то древние технологии, я думаю, я уверена, что сейчас все совершенно по-другому. Все за горку. Мне кажется, это все-таки не корабль Колумба, он какой-то слишком маленький. Но мальчикам нравится очень. За веслами сидели заключенные, и если кто-то не хотел работать, то его били. Боже, человечество, конечно, не перестает поражать. Лодка внушительных размеров. Корабль, что я говорю, лодка, лодка постоянно. Давайте я вам сделаю фото. А ну-ка, пробуйте. Сколько сил нужно было приложить. Чаба щедеть. И весловать. Ну и цезары. Выдай мне еще же чаба щедеть. Не вем. Ну так, кайданки еще мажь. Ну и чаба махать. Ну, в общем, это непростое дело. Так часами. Так как Генуи это порт, конечно же, через море раньше переправляли много чего, в том числе и серебро. Это вот с ценой. И, кстати, город на этом очень неплохо зарабатывал. Перед нами спасательная шлюпка. Она реальная. И в ней произошло чудо, потому что два человека дрейфовали в ней больше десяти недель в открытом океане, прежде чем их спасли. И их корабль потерпел крушение после атаки орков. В музее много картин. Вот это, например, нарисовано маслом. И мне она больше всего понравилась. Столько деталей. Я восхищаюсь талантами других людей. Особенно, когда ты не умеешь. Так? Я не могу себе представить, как они это делают. Шторм на море. Наверное, вот эта галера уже не спасется. А мы направляемся в подводную лодку. Больших кораблей и лодок, галер, здесь несколько. Если у вас есть свободное время в Генуе, то, конечно, рекомендую посетить. А вот и подводная лодка. Наверняка существует и гораздо больше. Но, знаете ли, не каждый день предоставляется возможность походить внутри. Немного быта на подводной лодке тех времен. Конечно, современные подводные лодки выглядят совершенно иначе. Эта лодка была построена еще до Второй мировой войны. Наверное, нужно быть вундеркиндом, чтобы вообще запомнить, для чего каждая кнопка. Или у них инструкция, по которой они работают. Или я не знаю. Это вообще реально. Знать, что для чего. Штурвал, всевозможные датчики. Обалдеть. Одним словом, можно пофотографироваться на креслах и в специально отведенных местах. Еще больше спален. Наверное, экипаж не состоял из шести человек. Это невозможно управлять. И вообще полностью все делает только шестерым. Правда? Беру свои слова обратно. Внутри она не такая-то и маленькая, если честно. Уборная. Так, а это уже, наверное, не VIP каюты, потому что здесь спишь буквально в машинном отделении. Вау. Размерчик. Как вам? Акула. Ну-ка. Вот это впечатляет. Ого. Конечно, самый большой движ рядом с акулами. Но здесь совсем никто не стоит, не смотрит на других морских жителей. Да, Игнат? Морские звезды. Игнат говорит, мам, посмотри, они сделали очки. Соединились. Кормят дельфинчиков. Только что так прыгали, и они очень милые. С детьми в основном все, но мне, как взрослому, тоже нравится. Если честно, то больше, чем в музее моря. Захар, знакомиться с черепахой. Какие рыбки красивые. А мне страшнее, а мне страшнее. Красавица. Я не помню, я рассказывала вам или нет, но мы здесь как припарковались, так и не трогали машину все шесть дней. Мы перемещались на поездах. Очень удобно онлайн, можно купить любые билеты из той точки, где вы находитесь, куда вы там хотите поехать. Это не так дорого. В основном комфортабельные поезда, и они ходят очень часто. И, конечно же, мы приехали в Гену, и для того, чтобы посетить аквариум. Билеты нам обошлись за двоих взрослых и двоих детей около 100 евро, наверное, чуть больше. И Игната настолько впечатлили дельфины, что он потом, бедный, плакал полдня, и до сих пор их вспоминает. Он у нас очень чувствительный, ранимый ребенок, и они ему так понравились, вы себе не представляете. Вот, не зря говорят, что это обязательное место для посещения в Лигурии, и я согласна, хотя бы один раз стоит побывать. Томак мне говорил, что Генуи – это такой не совсем безопасный город, достаточно грязный, потому что это порт. Но я могу поделиться с вами своими впечатлениями, а мы были не только в туристических кварталах, а в более колоритных. И международных, назовем это так. И я не чувствовала себя как-то небезопасно, и там действительно не грязно, нигде не валяются окурки, какой-то мусор. По сравнению с тем же Лиссабоном, ну это вообще красота и чистота. И так как это порт, тут уже гораздо больше людей, и очень часто можно было встретить рыбные лавки, где продается все самое свежее прямо с моря. И иногда это была внушительная по размерам рыба. Также, к сожалению, мы очень сильно оторопились, мы прошли больше 20 тысяч шагов в день. При том, что мы приехали, ну буквально к обеду, я не успела купить ничего из керамики, но ничего, будет повод вернуться. Я надеюсь, вам сегодня со мной было интересно, а по дороге обратно в наши апартаменты. Меня ждала отборная порция детского рэпа. ДИНАМИЧЕСКАЯ ПИПА 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 ДИНАМИЧЕСКАЯ ПИПА